До недавнего времени я был профессиональным сочинителем, то есть занимался этим ради зарабатывания хлеба насущного. Потом постепенно стал пенсионером и недавно осознал, что я уже давно пенсионер. И в связи с этим захотелось мне осчастливить своих товарищей по профессии пенсионерской, научить их работать в Лидуке. Потому что, как ни странно, оказалось, что многие пенсионеры знакомились с вычислительной техникой уже во времена смартфонов, планшетов и тому подобного прогрессивного изделия. По этому поводу был создан сайт, который я для начала создавал для себя. Это, значит, волнующее событие в моей жизни. Я решил ознаменовать тем, что заняться тем, ради чего я почти больше, чем 20 лет уже занялся Линуксом, дабы на досуге свободно и комфортно сочинять свои воспоминания и всякие заметки, имеющие отношение к моим хобби. Ну и попутно, значит, решил осчастливить своих товарищей, которые находятся в таком же качестве, и подобрать систему, подходящую для пенсионеров. Система, собственно, была некоторое время назад сделана такая, но собрана на базе минимального бунта, то есть мини-изу, и ценамона с минимальными приложениями, предназначенными для пенсионеров. Так, а что нужно пенсионеру? Ну, наверное, многие, особенно молодые люди, думают, что пенсионеры заняты приусадебными участками и воспитанием внуков. Так вот, оказалось, что это не так. Широкие массы постсоветских, так сказать, пенсионеров заняты сочинением мемуаров, воспоминаний и тому подобных вещей. Что есть прямая разновидность сочинительского ремесла, которым, как я говорю, довольно долго зарабатывал себя не только на хлеб насущный, но и не только детишкам на молочишко, но и папе на водку с колбасой. Вот, и была, значит, создана система такая, собрана, с надстройкой в виде среды ценамон и подбора приложений, потребных для сочинения мемуаров. Что потребно для сочинения мемуаров? Опять-таки, люди, которые никогда не занимались таким вот сочинением нарративных текстов, длинных особенно, считают, что для этого существует текст-процессоры. Ну, так вот, это совершенно не так. Более неудобного инструмента, чем текстовые процессоры, для этой цели нет. Для этой цели подходят, как ни странно, развитые редакторы, которые используют программисты, например. Потому что задатели, так сказать, требования к редактору одни и те же, примерно. То есть возможность работы с проектами, желательно возможность использования макросов для, ну, скажем, для HTML-разметки. Потому как никто нонче на бумаге уже ничего не пишет и не издает. Вернее, может, кто издает. Ну, они, у кого есть деньги на издание своих мемуаров, они в моих, так сказать, изысканиях не нуждаются. Вот. И с этой системой я даже название для нее придумал красивое и даже вовлек в это дело кое-какого из своих коллег-пенсионеров, который в качестве, так сказать, экспонатов хотел привести на одно из совещаний аналогичных. Но, увы, не сплавлюсь. Потому что пенсионеры, они имеют обыкновение еще время от времени неожиданно заболевать. Ну, это не главное. Потому что болезни пенсионеры умеют преодолевать. А главное то, что... Да, вот эта система, которую я обозвал красивым словом ЦИНТУ. Я думал, что, так сказать, спокойно встречу свою старость, сочиняя мемуары, свои заметки. А что еще надо сочинить? Да, кроме, как я говорю, вовлечь в это дело людей с такими, в таком же положении, как и я, и с такими же целями. Ну, тут начались всякие приключения, от меня независящие. Сама по себе Убунта, что показала последняя долгоиграющая версия, стала вести себя нехорошо. Стала последовательно снопизироваться и превратилась в то, во что мы не хотели, в то, какой мы ее видеть не хотели. Это первое. Второе. ДТК-приложения, на которых мы... Ну, на которых была основана в сущности система, начали понемногу... В них начала внедряться вползать четвертая версия, про которую ее разработчики сами откровенно заявили, что она не предназначена для работы нигде, кроме как в гноме. И что, в общем-то, выявилось на практике. Ну, ладно, умолчальная тема рабочего стола, которые справляют, празднуют траур по китайской императрице, это ладно. Ну, некоторые очень важные для нас предложения начали вести себя плохо. И причем именно в той своей части, которая для нас была наиболее востребована. Поэтому, ну, в принципе, возможно, что все это паника была, и возможно, что все это утрясется, устаканится, и все станет хорошо. Ну, как-то мой жизненный опыт подсказывает, что ко всем неприятностям надо готовиться заранее, потому что неприятности, к которым ты готов, они, как правило, не случаются. Случаются совсем другие неприятности. В связи с этим, значит, начался подбор альтернатив в виде базовой системы и рабочей среды. Ну, для начала, естественно, применитель нашего, так сказать, направления, он не работает ни с операционной системой, ни с дистрибутивом, он работает в первую очередь со средой. Со средой все было просто. Да. А, ну, значит, ГТК, как я говорил, начало вести себя, неизвестно, как поведет в дальнейшем, значит, надо было исключить ГТК среды. Если исключить ГТК среды, остается только КДЕ. КДЕ от первой, до третьей версии, до конца ее жизненного цикла и работал, сохранил об этом хорошие воспоминания, и так, время от времени, поглядывая на пятую версию, эти воспоминания как бы актуализировал, и поэтому, я говорю, ничего сложного, ничего неприятного тут не было. а вот дистрибутивом было сложнее. То есть, что требовалось из дистрибутива? Во-первых, быстрота развертывания. Пенсионеры, они люди такие, что у них мало времени. Не потому, я говорю, что они заняты там внуками, дачами, а у них просто мало. Поэтому требовалось быстрота развертывания, компактность. Почему требовалась компактность? Чтобы не устрашить потенциального нашего пенсионера обилием приложений. Например, я помню, когда я ставил в первую в своей жизни слакварь, меня, человека довольно закаленного, в жизни, она просто устрашила. Особенно меня умилили комментарии к программам, к пакетам. Это замечательная программа для электронной почты. А это еще более лучшая программа для электронной почты. Икштук 5. Ну, поэтому я говорю компактность, то есть, грубо говоря, тот самый принцип одна задача, одно приложение. И как бы учитывалась обновляемость системы, чтобы она была более-менее актуальной. Но в голову угла это не ставилось. И еще момент. Поскольку машины ожидались очень разные, говоря, от достаточно высоких, как они там называются, да. В общем, короче, самая высокая система у нас это в подведомстве это Hassel Refresh 4 ГГц, тактовая частота, 16 ГБ памяти и тому подобное. А самая хилая система это размером с флешку телевизионная приставка, которая втыкается в USB-порт и превращает телевизор почти в компьютер. со всеми промежуточными ступенями типа и этих самых атомов и прочих недобуков. Соответственно, значит, некоторое внимание было уделено и так называемой ресурсоемкости. Хотя на самом деле это понятие очень условное и никаким объективным измерением в наших условиях разумеется не поддается. Да, еще, значит, от системы требовалось, грубо говоря, чтобы я ее более не знал. Потому что я тоже, как уже сказал, пенсионер. Алексей, две минуты осталось. Да? Ну, в общем, подвожу итог. После рассмотрения и обмена мнениями было принято три системы. MX Linux КДЕ. Непроизносимое название на базе бывшего антергоса, которое они сами сократили до EOS и Nutix. С первой все понятно, это очень хороший беспроблемный дистрибутив. Два последних они, в общем-то, даже привычному человеку могут показаться непривычными. И тут вспоминаем, что у большинства пенсионеров все-таки есть внуки информационно-полозрелого возраста, которые иногда не против прийти на помощь своим прачерам. Почему и название темы такое. Вот, собственно, и все. Благодарю за внимание. Текст доклада у меня есть. Если кому интересно, времени на вопросы, я так понимаю, уже нет. Так что можно в КУА. Спасибо. 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 Спасибо.